В Нининском округе будут развивать студенческие отряды. Соответствующий закон на сессии приняли депутаты окружного собрания. В микрорайоне Сахалин по инициативе местных жителей рекультивируют бесхозную свалку строительного мусора. Больше года назад появилась она буквально в трех метрах от детской игровой площадки. Шаги от мечты. Трехлетняя Лиза Михальченко, которой был поставлен диагноз ДЦП, пройдет курс реабилитации в столичной клинике. Деньги на поездку собрали неравнодушные жители региона. Пустозерскую тропу украсят арт-объекты. В эти дни их созданием занимаются специалисты сборной Тайбалы. Здравствуйте с обзором основных событий в студии Иван Никонов. Избирательная комиссия Нининского округа заверила списки кандидатов в депутаты окружного собрания от КПРФ. Это первая парламентская партия, прошедшая подобную процедуру. Как сообщил председатель избиркома округа Георгий Попов, документы от КПРФ поступили в комиссию 3 июля. В список кандидатов по единому избирательному округу вошли 16 человек. Общеокружную часть списка возглавила член бюро окружкома КПРФ экс-глава Наринмара Татьяна Федорова. Под номерами 2 и 3 на выборы идут первый секретарь окружкома Михаил Райан и секретарь окружкома по организационно-партийной работе Ольга Карпова, соответственно. Кроме того, партии выдвинуты по одному-два кандидата в каждой из 8 региональных групп. Теперь в соответствии с выбранным законодательством окружной избирком направить сведения о кандидатах, включенных в списки КПРФ, соответствующих государственные органы и организации для проверки их достоверности. В свою очередь партия должна открыть в Ненинском отделении Сбербанка России избирательный счет. От сбора подписей избирателей округа в свою поддержку КПРФ как партия, представленная в Госдуме и в собрании депутатов Ненинского округа, освобождена. В воскресенье заявление списков предстоит ЛДПР и Единой России. Остальным партиям, а также кандидатам-одномандатникам, процедуру выдвижения необходимо пройти до 10 июля включительно. После избирком уже не вправе принимать документы от потенциальных участников выборов. Тех, кто не представит заявление в указанные сроки, не допустят к голосованию. После этого мы принимаем документы уже на регистрацию политических партий и, соответственно, кандидатов. Для регистрации они должны будут открыть свои специальные избирательные счета, с которых они будут финансировать свою выборную кампанию, и представить документы, необходимые для регистрации, в частности, справки об отсутствии иностранных финансовых инструментов и о том, что они не держат наличные средства в иностранных банках. В Наринмар тем временем сегодня прибыл заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Прямо с самолета депутат, который уже многие годы курирует Нинецкий округ, направился в региональное отделение Пенсионного фонда России. Визит не был связан с нашумевшей пенсионной реформой. Политик хотел посмотреть, какие условия созданы для граждан в социальном учреждении. В столице региона Ярослав Нилов бывает так часто, что уже и не вспомнить какой-то его по счету рабочий визит. Сегодня депутат Государственной думы посетил очередное социальное учреждение. Пенсионный фонд выбрал не случайно. Хотел лично посмотреть, как здесь работают с гражданами и все ли услуги предоставляются клиентам. Разговор, впрочем, с сотрудниками отделения начал с резкого высказывания российского политика Бориса Титова. Накануне он предложил ликвидировать пенсионный фонд. Я уже его раскритиковал, потому что это неправильно. При чем есть пенсионный фонд? Пенсионный фонд ни при чем. Виновата система пенсионная, которая существует. Вот ее надо реформировать. Сегодня в местный пенсионный фонд с тем или иным вопросом ежедневно обращаются порядка 60 граждан. Среднее время ждания в очереди 15 минут, заявила руководитель клиентской службы Наталья Заединова. По ее словам, наблюдается положительная динамика. Пенсионеры стали активнее пользоваться электронными сервисами. У нас есть гостевой компьютер. То есть граждане, которые приходят к нам, подают заявление о доставке, назначении пенсии. Если при этом они были у нас в рамках заблагодарения на работу, они могут гостевому компьютеру пройти и, соответственно, подать заявление в электронном виде. Ярослав Нилов поинтересовался, как часто за получением услуг в отделение приходят работающие пенсионеры. У нас работающих пенсионеров из числа общего пенсионера в 32 процента. Это работающие, да. И в основном это 94% получателей страховых пенсий по старости. 3% приходится по инвалидности, по случаю потери кормильца и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Но взглядятся люди, что не индексация пенсии, а работающих? Такого дополнения особо нету, конечно. Следующая тема, что делать гражданину, если пенсионный возраст уже подошел, а стажа не хватает. Сотрудники фонда заверили, подобные случаи единичные в Ненецком округе. На нашей практике, так скажем, было, наверное, всего пару дел. За все это время, да. Но тенденция с годами растет. В этом году, по нашим расчетам, по всей стране до 40 тысяч могут с такой проблемой столкнуться. Поскольку с 2015 года мы уже работаем в новом законе, я думаю, за три года два случая – это не такая большая тенденция. Насколько быстро и качественно здесь предоставляют государственные услуги, заместитель руководителя фракции ЛДПР проверил лично. На то, чтобы подсчитать общий стаж и накопительную часть пенсии депутата, специалисту понадобилось всего несколько минут. Олег Хатанзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В Ненецком округе принят новый закон о студенческих отрядах. Под студенческими отрядами понимается общественное объединение обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Основной целью отрядов станет организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. Предусматривается, что поддержка студотрядов будет осуществляться в рамках государственной программы «Молодежь Ненецкого округа». Основой разработки законопроекта послужил модельный закон, одобренный по результатам рассмотрения в рамках круглого стола, организован с участием представителей членов Совета Федерации, Государственной Думы, Минстроя России, Минобразования России и Минздрава России, в которых было рекомендовано рассмотрение возможности принятия региональных законов по развитию деятельности студенческих отрядов. На территории северо-западного региона подобные законопроекты приняты в Архангельской области и в Коми. Согласно документу, предусматривается поощрение участников и организаторов студенческих отрядов, а также представителей коллективов и организаций, привлекающих к своей деятельности студенческие отряды. Опасное соседство. В микрорайоне Сахалин по инициативе местных жителей рекультивирует бесхозную свалку строительного мусора. Больше года назад она появилась буквально в трех метрах от детской игровой площадки. Для решения очевидного вопроса вновь потребовалось вмешательство уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе. Уже более полугода жители Сахалина в районе дома 70Б по улице 60 лет Октября живут по соседству со свалкой строительного мусора. Ранее здесь стояли несколько заброшенных сараев. Зимой они были снесены, но захламленную территорию после этого никто не убрал. Хозяев сараев уже не найти. Не торопятся навести порядок и коммунальщики. И вот после того, как весной уже снег весь сошел, чистый город вообще не приезжали, не убирали ничего. И просто какие-то люди приезжали на машинах и забирали доски. Вот сосед тут у нас огородился, построил забор. В общем, все на том же месте. Сколько раз писали туда и фотографии отсылали. Все на прежнем месте. В пару метрах от свалки детская игровая площадка. А потому риск пораниться для малышей очень велик. Там столько стекол. Постоянно убираем. И палки убираем. Ну, они сами даже по этой стройке ползают. Палки берут, играют этими палками. Ну, соответственно, очень много занос. Вот у меня старший сын приходит. Занозы, порезы. Жители окрестных частных домов через социальные сети и информагентство НАУ-24 обратились за помощью к уполномоченному по правам ребенка Риме Галушиной. Для решения проблемы детский эмбасмен обратился в муниципальное клиринговое учреждение, на балансе которого находится игровая площадка. Сотрудники чистого города в телефонном разговоре пообещали провести рекультивацию участка в самое ближайшее время. Очень надеюсь, что в ближайшее время это все будет зачищено. А, Рим Федоровна, был уже сигнал по этой? Нет, нет. Я первый раз услышала об этом, поэтому вы тут вот так оперативно среагировали. Вам спасибо большое за вашу активную жизненную позицию. Да, и действительно, потому что надо говорить об этом. И, конечно, все это возможно сделать. То есть точка взята на ходу? Необходимо. Да, обязательно. Тем более опасное соседство с детской площадкой? Конечно, конечно. Я сама лично на следующей неделе проконтролирую, чтобы все это было зачищено. Детский амбусмен также напомнила, что в аппарате у полномоченного работает горячая линия. Обратившись по номеру 449-89, можно сообщить сведения о случаях возникновения угрозы для жизни и здоровья детей. Тимофей Жуков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Жители Ненинского округа меньше чем за неделю собрали необходимую сумму для лечения трехлетней Лизы Михальченко. Это 300 тысяч рублей, которые перечислили 269 человек. Напомню, девочке с диагнозом ДЦП необходима реабилитация в московском центре Натальи Пыхтиной. Там в июне Лизу не только поставили на ноги, но и научили ходить. Для того, чтобы закрепить результат и дать возможность Лизе ходить без малейшей поддержки, необходимо пройти еще курс лечения. Перед поездкой девочка вместе с мамой активно тренируется, выполняя необходимые упражнения. К домашним заданиям теперь добавились и занятия в комплексном центре социального обслуживания. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой, уй. Мальчики, красота, да? Не дня без массажа и специальных тренировок. Трехлетняя Лиза Михальченко успешно выполняет упражнения. Помимо домашних заданий, которые с девочкой ежедневно делает мама по рекомендации специалистов центра Натальи Пыхтиной, где в июне она прошла курс реабилитации, теперь с Лизой занимаются и специалисты комплексного центра социального обслуживания. Но цель для всех одна – закрепить результат, полученный благодаря лечению в столичном центре. Каждый день все больше и больше какое-то открытие, движение, смелость у него является. Лиза, ты покорительница? Да, скажи, я встаю и покоряю новые вершины, да, Лизочка, воистину так? Умничка. Преодолеть подъем и спуск с горки, перешагнуть через препятствие и приползти через надувную бочку, а после покататься в ней для тренировки вестибулярного аппарата. 20-минутная тренировка для Лизы – сплошное удовольствие, благодаря усердию и старательности девчонки. Если бы спуститься по такой горке, это не каждый здоровый ребенок сможет, потому что горка мягкая, нужно удержать баланс, у людей это получается. Правда, специальные обуви, но получается, это здорово. Занятия проходят по специальной программе, через игру. Каждое упражнение нацелено на разработку мышц и суставов. Среди многочисленных достижений Лизы после пройденного курса реабилитации – умение раскрывать пальчики и даже отталкиваться ими. В комплексном центре социального обслуживания Лиза прошла уже пять занятий из 18-ти. По словам инструктора Раисы Рочевой, прогресс наблюдается каждый день. Чувствуешь отдачу. Девочка смотрит тебе в глаза, она пытается понять, что ты от нее хочешь. Когда первый раз я поворачивала ей головушку, она с непониманием и недоверием, наверное, думаю так, это выполняла. Сейчас она следует за этим движением. Это меня радует. Также мне нравится, что она выполняет то, что я ей предлагаю – ходить, сидеть, двигаться. Она с упоением выполняет эти движения. И девочка говорит много, развивается. В перерывах между занятиями Лиза не может усидеть на месте. Мир, который она теперь познает стоя и передвигаясь, полон открытий. Ты гулять-то пойдешь? Да, конечно. Да, конечно. А где ты будешь гулять? Я где-то буду гулять. Не знаю. Не знаешь, где будешь гулять? Наверное, на площадке? Нет. Нет? А где? Просто будешь по городу ходить? Да. Конечно. Конечно. Такая погода хорошая. Грех дома сидеть, правда? Да, надо ходить гулять. А ты спроси у меня, куда я пойду? Куда я пойду? Я пойду на работу потом. Пойду на работу писать про тебя сюжет. Ну? Ну, ну что? Ты уже звезда стала у меня. Почему? Потому что ты классная. Да. Да, вот так, девочке, ты надо рассказывать. Впервые историю Лизы мы рассказали неделю назад. За это непродолжительное время, признаётся мама девочки Асия, Лизой сделаны огромные шаги в развитии. Сейчас она уже не боится. Ей не страшно. Она понимает, что от неё требуют. И когда она сама чувствует результат, когда начинает чувствовать свою равновесие, у неё такой восторг и такое желание снова и снова повторить. Порой, когда занимаемся, бывает, там по 30 минут дома, да, по 40 минут, у нас занятия своё, 40 минут домашнее задание идёт. И когда мы выполняем его, Лиза говорит, не надо, мама, не снимай мне мои туфельки, я ещё хочу, я ещё хочу заниматься. И для меня вот эта вот большая радость. И в то же время я понимаю, что всё, мы уже к финишной прямой приближаемся. Финишная прямая очередная поездка в столичный центре реабилитации. Асия планировала поездку на сентябрь, но благодаря помощи жителей округа, которые перевели на лечение Лизы и даже приносили домой денежные средства, организовать поезд удалось уже в июле. Ещё люди нам сейчас помогают. Я безмерно вот хотела бы сказать слова благодарности. Я очень благодарна всем, кто нам помог, не только родственники, знакомые, близкие, но и абсолютно чужие люди, кого я не знаю. Огромное спасибо. Я очень надеюсь, что нам в центре помогут. Мы продвинемся дальше, мы действительно будем ходить без опоры, свободно, без поддержки. И огромное спасибо за сообщения. Действительно, вот они очень-очень трогают за душу. Я и читала Лизе, и мы и плакали, и действительно нам писали, ни в коем случае не сдавайтесь, идите до конца, идите вперёд, помогите Лизе. Привет Лизе передавали, что она такая у нас молодец и умничка. И очень приятно, я просто очень тронута. Спасибо большое за такое понимание, за такую мощную поддержку. Я, честно, не ожидала, что так много людей откликнется. Огромное спасибо. В Москву Лиза отправится 29 июля, а домой вернётся 25 августа. В центре Лиза отметит свой день рождения. 17 августа ей исполнится три года. Помощь, которую оказали неравнодушные жители округа, станет для девчонки лучшим подарком. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Отходы деревообработки как материал для творчества. В Наринмаре в эти дни работает сборная «Тайбалы». Ребята создают удивительные объекты в стиле ленд-арт. Его особенность в самообытности, нестандартном самовыражении и постоянном творческом развитии. Путешествуя по миру, авторы оставляют после себя неповторимый след, который гармонично вписывается в природу и заставляет взглянуть на привычные вещи свежим взглядом. Вот этот кусок дерева, так называемый горбыль, обычно никак не используют, просто выбрасывают. Но креативные ребята нашли ему более достойное применение и изготавливают вот такие арт-объекты. Арт-объекты из природных материалов – отличительная особенность современного искусства ленд-арт. Для нашего региона это направление достаточно новое, но широко известное за его пределами. Одним из первых с экологическим искусством нас знакомит сборная «Тайбалы». Команда единомышленников образовалась в 2012 году. Год спустя ребята начали путешествовать по миру, оставляя после себя неповторимый след, доказывая, искусство может гармонично вписываться в окружающую среду. В Кенозерский национальный парк, там два больших у нас проекта. Потом мы много работали в Северной Норвегии, это город Киркинес, это город Мушен, это город Вардио. Работали совсем недавно на фестивале «Дикая мята», один из самых крупных фестивалей в России, вот это в Тульской области. Есть наш след и в Сочи на фестивале молодежи студентов, всемирном фестивале, вот этот в Олимпийском парке. В Хантамансийске Александр Менухов, наш главный художник, расписывал стены, в Польше он работал и так далее. Вот в апреле мы в качестве участников арт-резиденции с Александром раскрашивали стены древней деревни итальянской на острове Сицилия, Джамплиери, Супериори. То есть, то был стрит-арт, ну, искусство на улицах, мы там расписывали стены. Творчество северодлинских мастеров заинтересовало Сергея Уварова. Председатель регионального общества краеведов предложил ребятам поучаствовать в создании арт-объектов для Большой Пустозерской тропы. Это экологический маршрут, протяженность которого около 10 километров. Мы считаем, что это будет очень интересный маршрут для всех тех, кто любит природу, для тех, кто любит историю. Мы на этом маршруте хотим отразить все интересные природные объекты, природные ландшафты. Реализация этого проекта осуществляется на средства президентского гранта и при финансовой поддержке загруженного бюджета. По замыслу разработчиков проекта, все это позволит развивать туризм в регионе. Создание этих арт-объектов это только самое-самое начало. Перед этим у нас были ребята из экоцентра заповедника из Москвы, которые приезжали, ездили на территорию, там жили 4 дня. Они делают концепцию развития вот этой тропы, делают ее логичной, чтобы были места стоянки, где расставить необходимые арт-объекты. То есть вот эту информацию они обрабатывают и делают ее целиковой, для того, чтобы человек, который посещает эту тропу, он был со всех сторон, чувствовал себя защищенным, со всех сторон получил максимум той информации, которая на ней находится. Первые два арт-объекта «Лоси-медведь» для большой пустозерской тропы почти готовы. В творческом процессе задействованы волонтеры из округа. Ребята выполняют посильную работу. И они нам помогают. И таким образом мы приобщаем их вот к этому процессу, для того, чтобы, может быть, среди них появились те юные ребята, которые в будущем станут мастерами, которые живут вот именно здесь, в Наринмаре, в Ненецком автономном округе, которые будут создавать какие-то, может быть, истории в будущем уже у нас в городе или в округе вообще в целом. Всего планируется создать семь деревянных скульптур. По данным музея-заповедника Пустозерск, тропа вместе с композициями, которые установят по пути следования, не нарушит ландшафт местности. В целом объект будет демонстрировать культурное и природное наследие жителям и гостям Ненецкого округа. На данный момент самое сложное – это успеть вовремя, потому что как-то так получилось, что на этот сезон у нас очень много работы, и мы всегда имеем меньше времени, чем это ни было. Это каждый раз по-разному, то есть в чем интерес этой работы, ну не бывает одинаковых проектов никогда, поэтому каждый раз по-новому, каждый раз по-разному. Здесь, например, мы построим скульптуры из Горбыля в Наринмаре, но потом мы их понтоном будем отправлять на место бывшего Пустозерска и на месте устанавливать. Если погода будет нам боговолить, все будет быстро и без шума и пыли. Если подует неправильный ветер, это будет опять какой-то вызов, опять какие-то приключения. Увидеть результат творчества северодвинских мастеров все желающие смогут уже в конце следующей недели в Пустозерске, ориентировочно 13 июля. Мы будем следить за развитием событий. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И на этом пока все. Далее смотрите прогноз погоды.